Ксюшка-путешественница приехала в Ярославль. Так, мы приехали в Ярославль спустя часик, и здесь мы идём в Ибис. Здесь номер тоже такой классный. Опять двуспальная кровать. Ооо, как это мило, водичка. Зайдём в санузел. Шикарно, шикарно. Пришли на улицу Кирова, местный бар-стрит. И сейчас куда-нибудь сядем. Да, девчонки? Да, Ксюша! Здесь сидит Мишка, символ Ярославля. С яблочком такой милый. В итоге мы зашли в Куба-Либра. Пока что здесь ещё запрещены тусовки, поэтому мы просто пришли покушать. И здесь можно курить кальян, чему я несказанно рада. И, как оказывается, скорых вообще запретят, поэтому обязательно я закажу себе кальянчик. Ну, в общем, вполне стандартно. И Куба-Либра, она... И есть Куба-Либра. За приезд Ярославы! Я тебя расфоткаю. Взяли кальянчик. Очень классная холодная трубка, холодные вот эти вот штучки. Всё холодное, да. Москве, я даже не знаю, может быть, уже и не разрешат, поэтому отрываюсь просто по полной. Как последний день живого. Шикарно. Немного по еде. Это дранбургер. В Минске мне не удалось его попробовать. Попробую хотя бы здесь. Мы на завтраке. Здесь отмечаешься. Кофеёк. А, и вот тут омлетик прям при тебе готовят. Такой у нас получился завтрак. Сейчас ещё тост принесут. Мы вновь вышли на Кирово. Уже днём. Светинский храм проходим. Правительство области. Часовня Невского. Любовь к Ярославлю. Церковь Ильи Пророка. Сейчас мы вышли к Успенскому кафедральному собору. Вот здесь вечный огонь горит. Моганка, короче. Вот собор поближе. Вот тут у собора вывешены колокола разные. разных размеров. И за собором памятник Троицы. Камень освоения Ярославля Мудрого Ярославля. Тоже здесь у собора. Мы спустились прямо к реке, на Стрелку. Мы спустились прямо к реке, на Стрелку. Коросты. Матушка Волк. И там церковь Слатоуста. Вернеется. Вон, всё ещё, Успенский собор. Очень необычно встретить такую надпись ещё и рядом с Почтой России. Здание вообще прям с юморком. Напротив Кремля памятник Мишке, который сегодня одет как ВДВшник. И каждый час он рычит. О, символ Ярославля. Мы пришли на причал, речной вокзал. Сейчас на пассажирском теплоходике совершим прогулку по Волге. Есть ещё, конечно, прогулочные, но они наверняка стоят дороже. А мы нищеброды. Вот, например, стоимость на прогулочный теплоход, а у нас где-то 35 рублей. Сейчас узнаем точно. Музыка 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 Всего за 35 рублей в одну сторону мы купили билетики и туда-обратно получается всего лишь 70 рублей с человека и катаемся вот второй час. Музыка Никак не можем остановиться. Любуемся матушкой Волгой и наслаждаемся ветром и морским бризом. Мы подходим к Кремлю тире Ярославский музей-заповедник По понедельникам территория вся закрыта, поэтому вот сегодня воскресенье и мы бежим сюда открыт до 7 режим работы поэтому тоже так все по-быстрому вход на взрослого всего 50 рублей также там есть всякие выставки дополнительные экспозиции это все конечно подороже вот памятник копейки мне кажется у меня есть такая опа сфоткать еще с этой стороны ребят вот здесь отдельно вольер с символом города медведицей Машей вход туда отдельный 130 рублей а так он вообще вот закрыт даже глазком не взглянуть но для меня сомнительно плата 130 рублей чтобы посмотреть на медведя можно полноценно сходить в зоопарк Территория приятная такая светлая, много зелени, цветочков по-летнему приятно а это макеты улей для пчел вот даже пчелы офигенно жили в таких хоромах это так прикольно 1974-1976 год на эту звоницу можно подняться за 250 рублей осмотреть, посозерцать город вот это вот прям древнее здание такое видно такая огромная матрешка выше ребят наша Russian Doll вот еще со стороны набережной можно выйти войти можно выйти войти это, кстати, подарок народному ополчению от благодарных потомков на берегу матушки волки Ярослав Мудрый прямо у стен Кремля сегодня поужинать мы пришли в Брюге пить его отручки первый это будет блаш без блаш здесь тюрьгейские они подробные с трёхной с краской свой второй это мастер-немецкий пиво третий это морсубит безрожжимое пиво очень легкое смешной лимонад Третий, последний, это Black Cat Stout, это английский стаут, продаётся под азот и раскопилась шоколадной горшиной. И последний, это Greenberg & Dufel, 6,5 градусов, классический вельгийский тёмный эльф, с лёгкой ноткой по кругу, с тихой ноткой. Специальность, это напоминаю вельгийские сорта, все. Так же, тоже принцип, приём код ручки. Первый будет Dolce Special, классический светлый кейс, и достаточно лёгкий для вельгий, 5 градусов. Вот, с лёгкой нитоминистом минатором. Дальше идёт свой клиент Ripple, аббатское пиво, очень теплое, температелем 4 градуса. Третий, это Greenberg & Dufel, выдерживается в любых бочках, с тем самым его винный припас, винный окислим, что между ними очень интересное и обращение. Предпоследний, это Gastron Roche, это тёмный пиво, чтобы принять белые вишни. Тоже много 7 градусов, чудесный пиво, все это делают. И последний, это самоковарный пиво, то есть лёгкий брак, 10 градусов, градусов прячется за сладостью. Вот, у нас пенуфи тоже с фруктов, карамели. Это выключается, помните? Спасибо. Да, по 100 миллилитров, 5 пивасиков. Да. Вот тут такая менюшка. Я просто очень долго думала, какое пиво взять, и тут такой вариант. Да. У нас сейчас с тобой одинаковые. Да? Да. Такая красивая картофельная бельгийская вафелька. Малыши тако. Такие маленькие. Да. Хорошо. Это медиа. Открой. Улица Кирова. Воскресенье ночью. День ВДВ. Пати только у мопедика. А так, в принципе, спокойно. Мы в итоге зашли в бар-коктейль, потому что он сегодня работает до часу. Так еще по пиву выпить. Это менюшка. Если кальянчик еще работает, я бы еще взяла кальяна. Не могу им насытиться. Сидим на улице, не так уж тут холодно, потому что ветра нет. Вроде миленько. Ксюша качается на каком-то странном гамоке. У-у-у. В принципе, тут можно и ночью. Да? Да. Не холодно будет там? Да. Угу. Ну, круто. Очень приятно. Советую. А. Вообще, Илья Пророк, он из красного кирпича и закрашен белым. И поэтому сейчас вроде бы видно, что он отдает таким розовым. По крайней мере, не знаю, как на видео, но особенно вот внизу он прям так розовит, потому что сейчас пасмурно. И вот под таким освещением он розовенький. Тут вот шоу-макет Золотого кольца в музее. Билет стоит 500 рублей. Билет. Продолжение следует. Прелет на определенное качество какая-то. Билет. Билет и, если справа из Pip market, есть мяг plate. Билет Fresh лучше. Да? Мы иgen. Мы и ваше. Не покажу эти масло. Мы в的是 Лев... Билет. Он medals и носил... Меняем прикрых. Немного他们 с дgereя до 8 см. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Символ Ярославля. Люблю такие стрелочки. Подошли мы снова к Мишке. И будем ждать, когда он заревет. Его уже раздели. Вот так вот Мишка и рычит. Ну что ж, вот и закончилась наша поездка, наше путешествие в Ярославль. Мы на главном вокзале. И едем в Москву. 4 часа и Москва. Субтитры сделал DimaTorzok